Я говорю, вы нас просто на улицу вы гоняете. На улицу нам некуда идти. Исаевы и не могли представить, что их будут выселять из квартиры, в которой они прожили 40 лет. В 83-м году Владимиру дали жилье от предприятия как почетному работнику. Мужчина был устроен сварщиком в ремонтно-строительном управлении при горосполкоме. Когда Владимир увольнялся, его заверили, что он может оставить квартиру за собой. И вот недавно семья узнает. Городской комитет ЖКХ направил иск о выселении Исаевых. Советская власть нам оставила эту квартиру. Мы и жили спокойно. И дело в том, что у нас ни у кого нет другого жилья. Прежние власти оставили это жилое помещение этому человеку. Прежние власти – это Совет народных депутатов. А новая власть в лице комитета ЖКХ решила просто выселить, лишить его жилья. Несмотря на то, что прежняя власть так не сделала. При этом на момент увольнения в квартире был прописан отец Владимира – инвалид, участник Великой Отечественной войны. По идее, если бы семью должны были выселить, то это произошло бы уже через месяц после увольнения, а не спустя 35 лет. К тому же Исаевым должны были предоставить другое жилье, так как в квартире проживал ветеран. Об этом говорит юрист семьи. Получается, Владимир был лишен права на иное помещение, а сейчас и вовсе лишается всего. Как и все члены семьи. А сегодня в двушке на Гущино 160 помимо супругов Исаевых проживает их сын, маленькая внучка, зять, дочь, которая находится в положении. Сейчас пенсии едва хватает на квартплату. О съемной квартире не может быть и речи. Квартплата высокая. Платить надо за что-то. Как? У меня пенсии 13 500, а высчитывают у меня 9 тысяч почти с пенсии. Мы подали документы как малоимущие, чтобы встать на жилье, раз нас отсюда выселяют. Нам отказали, мы не подходим под эту категорию. Раз у нас 13 100 выходит с ним на человека, это значит мы не малоимущие. Я говорю, а значит, чтобы купить квартиру, нам значит хватает этой пенсии. Сегодня суды всех инстанций проиграны. На руках решение Ленинского районного суда о выселении, и оно уже вступило в законную силу еще в мае прошлого года. Наши герои надеются, что власти все-таки не допустят того, чтобы пенсионеры, их семья, их несовершеннолетняя внучка остались на улице. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком.